Мне 9 лет, будет 10. Меня зовут Лена и родилась я не в городе, в селе Широкино. Лена, расскажи, что такое война. Я могу сказать только смерть. По-другому не могу сказать. Когда взрываются снаряды, ездят танки, убивают людей на глазах. Война это все страшное. Когда я угляла с Широкино подружки, и мой друг с моря бежал, говорил, что там танки. Когда мы в бинокль смотрели, как окопы рыли. И на море было страшно ходить. Если честно, иногда все страшно, но больше всего я боюсь городов. Горадов? А что такое город? Это такая военная техника. Такая большая, как танк, и в нем такие большие снаряды. И когда их выпускают, они летят. А знаешь, как себя вести, когда начинается бомбошка? Что нужно делать? Ну, надо ложиться на землю, пытаться закрыть уши как-то и голову накрыть. Но если из автоматов, то если есть, куда-то под какой-то там, например, бетон что-то лечь. То есть там, где поглубже ямка. А если осколки летят, то желательно под бордюк. Мама, осколки же летят не выше 15 сантиметров. 15 сантиметров. Сантиметров? Это я самая низкая. Сейчас самая такая мечта, чтобы не бомбили. Видите? Вот когда мы переехали сюда, как-то более-менее... Было, мы жили в центре города, на Кирове, там практически не слышно было. А когда мы переехали сюда, слышно. И вот я думала, что мы уже так не боимся, что мы вроде бы успокоились. Вроде бы уже не так. А когда бомбили сортану, вы себе представить не можете. И села в ступоре. У меня комок в желудке стал. Я думаю, как же страшно. Этого нет, так к этому не привыкнешь никогда. Это ужасно страшно. Молю, Господа, Боже, больше не бомбили. Чтобы это все закончилось. Это очень страшно. Началось все с того, что в село уже такой накапливался страх, ужас. Когда в село начали к нам приезжать беженцы Славянска, Краматорска. Мы жалели людей, помогали людям. Но вы знаете, до конца мы не осознавали, что это происходит. До конца нет. А потом, когда это все случилось в нашем Новозловском районе, и люди массово, беженцы, которые были у нас, начали выезжать все. И село наше как-то пустить-пустить начало. Люди многие уезжают. Я до последнего ходила. Уезжать, не уезжать, уезжать, не уезжать. А вот само, вы знаете, вот такое чувство. Я знаю, что это не менет, это будет. И вот мы, когда уезжали 2-го числа, а село первый раз бомбили 4-го, мы уезжали 2-го. И вот когда меня муж провожал на остановке, вы знаете, я никогда так не плакала, как тот день. Я так плакала. А люди сейчас на остановке стоят, на меня смотрят, не могут понять, почему я так плачу. И мы всю дорогу плакали, потому что я знала, что это уже везде. А проезжали разбитые, сгоревшие танки, машины, побитые дома. Это так страшно. Где-то стреляют, это ужасно. А до этого перед тем, как выезжать, идем как-то. А стреляют все ближе, ближе к нам подходят. Идем с ней от свекрови. Мы буквально через один дом жили. А ну как бабахнет. Аж задрожало все. А она вцепилась мне в руку. И вот эти слова я на всю жизнь запомню. Говорит, мамочка, если бы ты знала, как жить хочется. Ты что, такое говорила? Говорила, дочечка. И у меня как поступил, кому горло. Это было окончательно то, что я решила уехать. И все. И вот это мы выехали 2-го числа, а 4-го уже бомбили. Мы-то и хотим. А как отстроить? Кто это будет отстраивать? За какие? Это сумасшедшие деньги, что подстроить. Полностью уничтожена вся инфраструктура. Нет ни света, ни газа, ни воды. Все уничтожено. А чтобы это все восстановить заново, это сумасшедшие деньги. Вот наш дом, сказали, после этой бомбежки, он восстановлению не подлежит совершенно. Его нужно, сказали, разрушить полностью, заново построить. На твой дом? В том будке был один, да? Ну, он не так. Там все соседний был. У нас один дом. Потом пыталась Бима на будку нарисовать. Потом вспомнил, если Бима нет, никакого смысла и рисовать. Типа, почему он у него? Почему он у него что-то у него? Так что там где-то он бегает. Ну, я не знаю. Может, он просто не знает, как сюда прибежать. Мама сказала, что их будут собирать военные. Он очень сильно скучает за своей собакой. Очень сильно. Мы ее жали, мы ее жалеем сразу, что они забрали. Моя мама живет у меня в квартире, ее некуда было просто. Она привыкла на дворовая собака. Скажи бабушке, что мы перезвоним. Мы сейчас заняты. Человечка вот эта моя. Такая вот она хорошая. Это она сонная сидит. Раньше жили, что-то планировали. А на данный момент мы живем так. Одним днем. День прожили и все. Планировать ничего нельзя. Потому что мы не знаем, что будет с нами завтра. Я вам говорю, вся Донецкая и Луганская область живет. В ожидании не знает чего. Никто не знает, что с ними будет завтра. Никто не знает. Раньше какие-то планы строили, мечтали о чем-то. А сейчас нет. Если бы три желания, я бы выбрала самое главное. Закончить войну и вернуть в дом все, что у меня было. Ну, если ты хочешь за одно желание что-то задать побольше, то ты должен сказать, хочу, чтобы закончилась война, вернулся в дом. Так это одно желание. Ну, я поставила желание на крайний случай. Ух ты, а что это на желание такое на крайний случай? На крайний случай. Если кому-то спасать придется, я поставила желание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...